А вообще можно, как тебе кажется, пережить измену и остаться вместе? Ну, я видела, что люди как-то могут. Я не могу. Я ни разу не смогла. У тебя были измены со стороны партнера? И с моей, и с его. Да, ну, в смысле, в разных отношениях по-разному было. Так, и во всех случаях это приводило к заканчиванию отношений? Ну, это невозможно, да. Знаешь, когда тебя типа простили, но не простили, это тоже, блин, такое себе, знаешь, когда ты типа уже извинилась, уже типа, ну что я еще могу сделать? Ну типа, все, все, я согласилась типа оставить любимого человека и живу, блядь, с тобой. Что ты еще от меня хочешь? Там любимого, нет, я скорее... Ну, не любимого. Ну, в котором испытывала эмоции, да. Ну типа подождала бы, пока это все отомрет у меня в душе. И, блин, ну ради бога, блин. Но опять же тоже, как так можно? Жить с человеком, которого ты, ну, не любишь. А ты как относилась? Ладно-то как, а зачем? Зачем изменять? Нет, зачем жить с таким человеком? Ну, дети, например. А дети довольны? Не думаю. Ну, психологи говорят, что дети чувствуют очень хорошо. Все вот эти типа напряги. И когда родители друг на друга так смотрят, и вроде как бы улыбаются и не ругаются. Ну типа там мама, допустим, плачет по ночам. Ну типа с хера лет хорошо. Так, а когда у тебя было, когда тебе изменяли? Ты могла простить это? Ну, мне было обидно, но терплять очень сильно. Короче, я пишу сейчас книгу про измены. Я наслушалась такого говна. Ну типа люди все очень любят оправдывать себя. Всегда, всегда. Те, которые изменяют? Когда спрашиваю вообще в любой ситуации. То есть одни и те же люди спрашивают, вот если ты изменяешь? Они говорят, ну это обстоятельства, это любовь, это чувство, вы не понимаете. А если мне изменяет, то он тварь, мразь, и, блядь, не может держать хуй, блядь, в штанах. Понимаете? Ну типа себя человек защищает. Это, блин, самозащита. Он оправдывает всегда себя. Всегда найдем оправдание. Да, я был слаб. Это обстоятельство. Она расстегнула пуговку и вывалялась сиська. Я не смог не трахнуть. Понимаешь? И вот люди... Я просто спрашиваю подписоты. Расскажите мне свои истории. Потому что я, блин, запуталась уже в своей жизни. Они говорят, у нас такая же ситуация. Мы тоже стараемся не изменять. Но когда мы изменяем, это уже прям любовь. Ну не, знаешь, есть же и другие ребята. Я точно знаю, что есть ребята, которые... О, блин, она сейчас на маникюре. У меня два свободных часа. Открываем. Слушай, ну это какие-то очень... Такие тоже есть. Ну просто у которых очень пользовательское отношение. Надо трахнуть. Вера, а ты как к измене относишься? А я никак особо с этим не сталкивалась. Просто я не знаю, на словах я тоже, разумеется, Лев Толстой. Не, ну на словах я имею в виду, что... Подожди, подожди. А вы в курсе, что измена, ну с юридической точки... Я опять сейчас начну, блин, сыпать терминами. С юридической точки зрения измена – это половой акт. Ну. Не оральный и не анальный, а классический половой акт. То есть если ты отсосал кому-то, это не измена. Это героический поступок. Молодец. Ну то есть, если ты кому-то в жопу дала, это не измена. То есть если муж приходит, а ты говоришь, это в жопу. Видишь? Два сантиметра туда, и я бы была изменщицей. А я так просто развлекаюсь. Вот, всё. Юридически... Ну, честно сказать, я считаю, если я кому-то в жопу дала, это точно больше, чем те отношения, которые у меня до этого. Я постаралась для этого мероприятия. Не, я про другое, скорее, спросил, про то, что ты сама для себя как определяешь, что если тебе изменят, то всё, это типа... Ну, как насилие, типа, нельзя такое прощать. Ну, столкнёмся, посмотрим. Есть ещё разные виды измен. Да ладно? Да, конечно. Ну, ментальная измена, да, всё такое оказывается. Ты когда-то сидишь и думаешь о сексе с другим человеком? Да, а он даже не в курсе, может быть. Так это не измена. Ну, вот для тебя нет, а кто-то мне сказал, с херали. Моя женщина, допустим, когда трахается со мной, представляет Брэда Пита. Бля, ты представляешь, что хочет, пусть Голошу кончет. Вот это, блин, у меня такая позиция. А у людей, допустим, мысли моей женщины должны быть обо мне. А с другой стороны, кончить иногда, слушай, подождите. Как это контролируется? Ну, не знаю. А зачем заниматься сексом с человеком, который тебе не нравится, и мечтать о Брэде Пите, если можно... Да нет, ты можешь любить его. Типа, вот мой муж, я его... Ну, типа, абстрактный какой-то. Ну, я его люблю. Но, ну, типа, в какой-то момент ты можешь кончить, только если ты представишь, как тебя трахает, там, допустим, Брэдли Купер. Такое, допустим, бывает. И что, не думать? И не кончить? Или что? Вера, сколько у тебя были длительные подлительности отношений? Или кончить и не рассказать своими? Ну, год. Ну, вот мне кажется, что вот такая штука... Не в первый год. Ты сталкиваешься, да, что когда у вас проходит вот этот вот... Нет, первый год, а полтора-три, ты такая вся, блин... Ты дрочишь и думаешь о девушке, о которой ты сексом занимаешься. Короче, да, да. Да, ты думаешь, так, на что подрочить, вспомню, как он мне трахал вчера, и подрочу на эту... Я найду актрису, которая на нее похожа, как я делал, например. Вот, типа, я нахожу в борту актрису, которая похожа. Я найду проститутку, которая похожа на нее, и это будет как бы ей комплимент еще. Но у меня была ситуация, когда девушка такая, слушай, а ты не будешь против, если вот ты будешь меня трахать, а я буду порно смотреть в тот момент, типа, отвернусь от тебя, и буду там вся... Не проще себя наклеивать, блин, здесь тебе фотографию моего любимого? Блин, у меня, наверное, проблема в том, что я бы согласился даже, возможно, и на фотографию. Что в смысле, бля, ну если она кончена, охуенно же? Ну да, что это игра, больше похоже на игру. Моя задача же подыграть, а не быть главным. Короче, измена, да, измена — это предательство. То есть должно быть какое-то, типа, ощущение, что тебя предали. То есть если вот такая игра, она тебе предлагает поиграть в эту игру, она же не предала, она говорит, слушай, мне было бы интересно, давай я буду Моника Белуччи, а ты деревянка, например. Паша, давай. Наташа, осторожнее. Сейчас никого не хочу задеть, а он развелся, поэтому имею право. Тебе нравится деревянка? Да, конечно. Нет, нет, нет. А мне Моника Белуччи. Не нравится мне деревянка. Ну вот, а смотрите, какая пауэр-каппл получилась. Бекхамы, осторожнее, Павел Деревянка и Моника Белуччи. Подожди, Алиса, что такое измена? Измена — акт предательства кого или чего-нибудь, а также акт отказа от прежних взглядов, принципов. Измена — нарушение верности в любви или в супружстве. Супружеская измена — добровольный половой акт. Добровольный. А, добровольный еще, да. Не являющимся его или ее супругой, или супругом. Государственная измена. Предательства... Алиса, спасибо. Это мы слышали уже. Алиса, кто такой Павел Деревянка? По данным русской википедии, Павел Деревянка — российский театр и кино. Рассказать еще? Хватит. Я смотрел интервью перед подкастом, ты говорила про то, что у тебя, ты выразил, слабая половая конституция, что ты можешь хотеть секс довольно редко. Я удивился из-за этого про измену. Я очень сопротивлялась. Я хотела, чтобы у меня было сильное. Ну, слово сильное же — это круто. Я хотела сильное. Высокая либидо ты хотела, чтобы было? Это разные, короче, вещи мне сказать, что либидо и конституция. Не знаю, я же не сексолог. А, просто тебе сказали, я думаю, тебе убедусь. Алиса, какая разница между либидо и половой конституцией? Ответ из интернета. Возраст пробуждения либидо, когда возникло лечение противоположного. Алиса, что такое половая конституция? Половая конституция по семи где-то признакам определяется. Давай, скажи. Алиса. На 72.ру есть такой ответ. Половая конституция — это ряд биологических параметров, определяющий уровень половой потребности, то есть степень нашего сексуального желания, исходящего именно от природы. Окей, Алиса, что такое либидо? Либидо можно повысить, а половую — нет. Нашлось в интернете. Либидо — важная сила естественного отбора, которая побуждает размножаться с максимальной эффективностью... Это не то. Алиса, хватит. Либидо — это, как бы говоря, желание, я так поняла. Ну просто, да, что-то возвышенность какая-то понеслась. Либидо, насколько я понимаю, может быть... Почему ты либидо называешь? Хорошо, либидо может быть либо высоким, либо низким, в зависимости от настроения, дня, времени. Ну, типа, выехал в Турцию, и захотелось жену потрахать. Вдруг. Типа, это либидо повысилось. Но половая конституция, если она у тебя была низкой, она у тебя и осталась низкой. Просто либидо повысилось за счет новизны, понимаешь? Либидо можно, ну, менять. А половая, вот у меня низкая, и вот хоть что я сделала... А как ты это поняла? Там семь признаков. Когда начались месячные... Ну, блин, просто... Давайте все пройдем тест. Давай семь, да, давай. Я не знаю все. Когда начались месячные? Когда начались месячные, если там до 11 лет, это высокое, если с 12, грубо говоря, до 15, это среднее. У тебя... У меня больше... Я очень ждала. И уже у всех начались... Больше 15? Да. У тебя тоже? Ну, слушай, я чувствовала себя таким говном. У всех у девчонок начали расти волосы. Они потели. Ну, то есть это же тоже, типа, половое созревание. А я сухая, плоская, вот так сидела, и месячные не идут из меня. Я думала, что я сломатая какая-то. Нет, я, наоборот, так радовалась. Я все уже об этом знала и думала, господи, дальше. Я готова была уже все ко всему. А я, наоборот, я такая, дальше только хуже. Что там, как дела? Знаешь, как это стрёмно? Это вот, типа, как член не встал, только на протяжении многих лет. Ты ждешь, когда встанет. О, боже, нет, нет, нет. Ну, скажи это. У меня, наоборот, меня оно так пугало, что оно все начнется, мне так все устраивало. У меня вся вот эта вот еботня, потому что у меня же в семье женщины. Я такая, ой, что-то не очень хочу всего вот этого. А у мамы у меня сильная половая. И она говорит, Наташа, успокойся, это вот так, радуйся жизни, знаешь, пока можешь. Я думаю, нет, я хочу быть девушкой. Все девушки в классе, и на них обращают внимание. Я не танцевала ни на одном... Я у стенки стояла всю, блядь, школьную жизнь. Так, кроме месячных, какие еще? Если длинные ноги, скорее всего, у тебя низкая половая конституция, коротконогие. Короче, заканчивается... Как только начинается половое созревание, кости, типа, перестают расти или что-то такое. Короче, загуглите, и там интересная статья есть. У тебя длинные ноги. Какой-то, как он называется, индекс? Траходрома. Траходрома какой-то. Индекс траходрома. Короче, загуглите индекс траходрома. Давайте мы найдем ссылку прикрепим. Да, любую, загуглите, там, 7-8 признаков. Это точно научно? Ну, да, там Васильченко, это доктор наук. Нет, просто на всякий случай я хотел сказать, что такие вещи... Васильченко что-то там изобрел. Такие вещи лучше узнавать от сексолога, и лучше ходить к сексологу. Это научные люди, которые разрабатывали, ну, в смысле, изучали это. Нет, просто лучше это не в интернете узнавать, проходить тест, а сходить к сексологу и спросить. Знать, что такое существует, и, допустим, хотя бы книги почитать. Архаичные вот эти забытые всеми книги, почитайте. Короче... Там нет тиктоков. Если у тебя соотношение тела к длине ног, а длину ноги надо измерять вот от этой вот точки, отмеряешь и делишь длину тела на длину ноги. Чем соотношение... Ну, типа, чем круче ноги, тем, значит, у тебя быстрее проявилось... А когда... Там еще один из пунктов, когда первая была там полюция или когда ты первый раз кончила, ну, то есть на своей памяти, неважно от чего, от секса, от мастурбации, от чего угодно. От мультиков. От мультиков вообще, блин, просто увидела все вот эти вот... Ну, погоди. Да, ну, погоди, блин, ой, блин, я любила. А вы помните свой первый оргазм? Я волкар была очень сильно. Да. Ты помнишь первый? Не будешь рассказывать? Да, хочу, а я просто что-то трусы вот так чесала-чесала и такая, о, нифига, как приятно. Это очень мало лет было? Ну, да, ну, блин, лет 11. Вот это единственный признак, по которому я как бы такая, у меня высокая половая... Я начала рано, типа, вести вот такую половую жизнь. Вера, ты свой первый. Без мужчин. Да-да-да, я тебе рассказывала в подкасте, но это было поздно, лет в 15, наверное. А я читала книжку, там очень детально описывалась мастурбация, а я такая... Проверим инструкцию на применение. Ну, это интересно. Ну, ты изучаешь тело. Ты изучаешь тело, тебе интересно еще. А к мужчинам тоже подходит про длину ног? Да. И там еще какие-то... А, оволосенение по мужскому признаку, по принципу или по женскому. То есть по женскому это горизонтально, а по мужскому это когда вот эта блядская дорожка. Ну, то есть ее не зря называют, видимо, блядской дорожкой, потому что чем она... Чем больше оволосенения вот женского вот этого всего, тем больше женщина хочет, может и любит это все дело. Надо обращать внимание теперь. Поэтому, да. Ну, то есть коротконогие, волосатые, вот это все. Это все очень... Коротконогие волосатые, сексуальные маньяки. Ну, блин, это женщины, которые хотят и любят, и делают это все. Я у себя в голове все поставляю. Да, только, ребята, если вы увидели такую девушку, не надо на нее накидываться. Да. Да, спросите у нее разрешение. Выключите фильм «Хоббит» и подрочите. Я хотела, на самом деле, спросить, то есть у тебя низкая... У меня низкая, да, слабая. Слабая, плохая конституция, но при этом у тебя, мне кажется, уже очень давно образ секс-символа. Это очень странно. И как тебе с этим живется, с диссонансом, потому что у тебя все хотят выебать? Ну, не все. Наоборот, кто-то пишет, здравствуйте, Наталья, я вот вас не хочу. Я думаю, ну и не пиши мне, зачем ты мне это сообщаешь. Ну, это же то же самое, значит, что я хочу, просто хочу, чтобы ты меня заметила. Чтобы ты меня поубеждала. Один извинялся, написал, Наталья, извините, я вас на вашу фотку драчу. Я говорю, ну, мог бы и не говорить просто, блин, и не писать мне. И заблочила. Ну, то есть мне неприятно, то есть когда человек без твоего разрешения на твою даже фотку дрочит и говорит тебе об этом, это как будто нарушение... А когда присылаете... Это крепота. Неприятно тоже, не очень. Блин, как это вообще может быть приятно? Ну, то есть это визуальное какое-то насилие, как будто мне в глаза трахнули. Я не хочу видеть чужой член, ну, типа, я не просила. Если я просила, и ты прислал, о, блин, ну, я тогда готова к этому. То есть я жду от тебя каких-то интимных фоток, когда я не просила. А если бы ты была человеком, с которым ты спишь, ну, типа, у вас отношения или секс, и он тебе говорит, слушай, я подращил вчера на твою фотку, ты подумал, что он псих или это приятно? Ну, это возбуждающе. Если тебе он, правда, нравится, интересен. Потому что у тебя же история есть. Ну, конечно. Когда незнакомый человек говорит, это очень странно. Это как на улицу тебе подошел, незнакомый человек, и потрогал. Ну, то есть это, ну, не трогай. Хотя, ну, просто, ну, вроде как, потрогал, пощупал. Вот ты, ой, ты такая хорошенькая, и вот так мне трогает. Или там фоткается со мной кто-то после концерта. И вот это? И, типа, нет, типа, за шею еще нормально. Я уже, блин, свыклась совсем. Просто старается, типа, пощупать, поняли? Не положить руку, а прям, вот прям, ну, блядь. Да, ты можешь без проблем. Ну, просто, ты понимаешь? Типа, вот так? Неприятно, да. Да, как будто он, типа, чего там, блин, кишочки, блин, вот это все. Может быть, тут где-то вагина есть? А где? А то, он думал, что у нас сбоку вагина. Может быть, у нас здесь? Вдруг мне повезло. Нет, это тоже обычная баба. Наташа такая сексуальная, что у меня точно четыре вагины. Две по богам, да. Сто пудов сбоку можно потрахать еще. Ну, такое. Ну, то есть я достаточно брезгливый человек. К чужим людям я брезгливый. К своим давайте обниматься. Я всегда, когда вижу своего человека, ну, в смысле, знакомого, я вон Веру увидела, и мне прям, я обнялась. И второй раз думаю, блин, второй раз охотовалась, и второй раз обнялась. И Вера такая, вот так вот, ручки, можно это рассказать? Вот так вот, уц, уц, и такая. И меня тоже за бока щупает, но, блин, это Вера. Понимаешь? Я ее знаю. Это, блин, человек, с которым мы, блядь, в коридоре пьяные, блядь, в Сочи сидели. Это как с интимной зоной, знаешь, когда подходят, есть люди, которые любят очень близко общаться. Ну, вот они говорят, и подходят, и прям вот так пуговицу мне крутят, а я, ну, типа, а я делаю шаг назад, а человек чувствует, что мне не хватает близости и вперед. И вот мы вот так вот разговариваем, и я шаг-шаг назад, а он шаг-шаг вперед. Ты не говоришь? Или она. Да, блин, вы понимаете, я уже несколько раз говорю, что я очень человек, который не может человеку сказать, что он неприятен. Это очень трудно сказать. Я не понимаю, типа, сейчас поколение растет более откровенное, более прямолинейное. Они могут как-то не обидно сказать, не обидеться на какую-то вещь. Могут, наверное, вот так, по психологам ходят. Мы в советское время, ну... В советское время. Это просто... Ну, блин, я в 80-м году родилась. Откуда ты Бросек, кстати, узнавала в 80-м году? Из спид-инфо. Спид-инфо? Первое, что я узнала из спид-инфо. А, на 80-х выходила? Нет, ну, блин, я не с рождения же его читала. А, нет, я думала, что просто в конце 80-м. В 90-м каком-то. Спид-инфо появился... Я начала интересоваться, грубо говоря, там, ну, пусть 12 лет, там, 13. Спид-инфо появился в 91-м. В 93-м. Или в 93-м, как газета для поддержки людей больных. С спидом это... Да? Ну, спидом. Там были такие... Нет, 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 стоп, стоп, стоп. Я знаю, о чём говорю. Изначально, возможно. Изначально это газета, посвящённая спиду, ВИЧу и венерическим заболеваниям. Изначально это вообще, типа, издание, которое оповещало... Ну, как бы, там были научные, типа, докторские статьи. И потом, когда они... То есть это была околонаучная... И они начали уходить, уходить, уходить в сторону, потому что денег не было и так далее. Спид-инфо изначально так называется, потому что там было про ВИЧ и про спид. Это было первое российское издание, которое об этом писало. Вообще, потому что в Советском Союзе спида не было, естественно. У нас в Советском Союзе спида не было, а в семье у нас никто не выписывал эту газету. И я находила где-то у знакомых, ну, то есть в туалетах. Знаете, не было туалетной банки, и мы вытирали жопу, извините, газетами. Я находила вот эти газетные обрывки. Особенно было стрёмно, когда ты читаешь, но она оборвана, и там начинаешь читать те истории. Раз, и вот, и муж пришёл, а я... А вот, и оно оборвано. И ты додумываешь потом, когда потом мастурбируешь, ты додумываешь, что там произошло. И несколько вариантов у тебя ещё. Может, я поэтому и научилась писать. Мне любопытно. Алиса, что такое спид-инфо? Ответ есть на банана.бан. Читаю. Спид-инфо. Галорийский сайт ещё. А потом российская газета, рождённая в угаре перестроечной вседозволенности. Благодаря громкому названию и откровенно жёлтым материалам, на околосексуальной теме быстро набрала популярность у населения. Давайте заодно расскажу, лечится ли спид. Алиса, хватит. Подожди, я просто реально не знала историю про... Нет, я верю, что ты знаешь про это. Нет, 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 она всё правильно говорит, что там, да, там... Я просто... Почему такое название? Потому что они, типа, такие... Информация про... Подожди, ну а с родителями ты не говорила об этом? Ну, это стыдно. Мамой, папой. Ну, ты говорил? Ну, хотя ты можешь откровенно... Но это очень стрёмно. Я, ну, типа, понимаю, как это... Что иногда дети стараются найти информацию у сверстников из интернета или там, ну, хотя бы послушать кого-то сексолога, который вещает на лекциях. Потому что спрашивать... Я в там, во сколько, в 13 лет, я даже не думала, что мама с папой до сих пор занимаются сексом. То есть мне казалось, они сделали двух дочерей, достаточно, всё. Не надо. Закрыли вопрос. Да, всё, вам хватит двух дочерей? Отлично. Я говорю, я, давайте. Давайте заниматься делами мамскими, папскими. То есть я даже представить не могла, что они что-то знают, что-то... Ну, мне стыдно было задать вопрос маме там даже. А они не пришли ни разу с тобой поговорить про это? Ну, типа там мама, типа там, презервативы... Мама подкладывала... У меня мама учительница, и она подкладывала мне какие-то книги, там, как взрослеют девочки. Вы знаете, большие вот эти книги. Там в основном не про секс, но... Да, да, там шитьё-шитьё, надо брить лобок, и вот там чуть-чуть... А секс это вот пися в писю. Всё. Ну, то есть там настолько всё очень как-то по-принцессовски. Там дневник маленькой принцессы, грубо говоря. Там тоже про секс, но очень типа фыр-фыр-фыр. Вот, я всё это читала, и мне было интересно. Я читала мифы Древней Греции, и мне больше интересно было. А у тебя... Там как Зевс там как бы вот рахал. Ты говоришь, очень прилично всё. У тебя оттуда вот этот лексикон, ну, он в Инстаграме не только у тебя, у многих. Закарский, да, конечно. Не-не-не, не про закарский. Я про вот типа вагину писей называть. Нет, мне кажется, это очень весело. Нет, духовка это как-то грубо. Короче, у каждого слова есть оттенки эмоциональные. И иногда, ну, типа ты прям чувствуешь, что надо называть писю писей, чтобы разрядить ситуацию, обстановку. Ну, не говори типа, типа, ой, уберите свой член. А она говорит, ну, писю убрал, пожалуйста. Писю, правда? Да. Ну, нет, ну, как бы... Ну, это же ужасное слово, нет? Ну, это реально... Писю у ребёнка. Уничижительно, конечно. Когда ты говоришь типа... То есть только в таком. Ну, ты же... Нет, подожди, я смотрел много всяких интервью. Ты там говоришь про свои половые органы. Говоришь, моя пися. Это же странная пиздец. Нет, нет, это типа какой-то стёб, блин. Вагина. Я могу... Я знаю много о влагалище, да. Там дальше матка ещё находится. Она в наших детей. Пизда есть. Ну, пизда, это типа тоже разговорная. Ну, типа мы окрашиваем слова, и это для чего-то. И если я говорю пися... Ну, вот почему ты умничтительно ласкательным свой полагон? Мне кажется, это увеселяет слово. Она умилая, типа, что это не пизда. Да, ну смотри, когда я тебе говорю, вот... А вот и подошла девушка, и у неё, знаешь, какая пизда. И ты такой... Блин, ну я бы, честно, больше кринжанулась, если бы ты сказала бы... Сейчас придёт моя подруга, и у неё такая пизда. Нет, у неё такая пизда. Ну, подожди, Наташа, ситуация. Сейчас придёт моя подруга, у неё такая пизда. Это же пиздец. Я подумал, что у неё член, если честно. Мне кажется, пизда это какое-то вот такое... Не знаю. А нам как? Как нам свои называть? Ну, типа, тоже пизда. Нет, нет. Но если ты хочешь у неё как-то очень мило, унеси жительное, и что после этого секс не начался... Ну, членик, если ты говоришь, Наташа, пойдём ко мне, у меня есть членик. Я не пойду. В столе лежит. Да-да-да. Вот он, смотри. Выбирай какой. Мелочь и членик. А вот это пять копеек и членик. А у тебя двое детей? Да. Двойняшка. А сколько умеряет? По пятнадцать. Нихуя себе. У него такого роста. А у них ноги длинные или короткие? Длинные. Бедные их одноклассники. Тоже не спрашивают тебя никаких вопросов. Они в компьютерные игры говорят. У них все друзья, все в компьютерные. Я говорю, бедные их одноклассники. Они такие... Кто? А кто у тебя, мама? Они показывают, и они все такие... Я пишу про одноклассника. Блин, ой, сперма в глаз попала. Короче, слушайте. Это потом не вырезайте никуда, не вставляйте. А вы, я знаю, любите такое. Где я потом... И, блин, ой сперма в глаз попала. Вот это не надо монтировать. Вы это уже смонтировали и выловили, да? Как раз к разговору про сыновей, да? Короче, у них друзья очень интересные люди. Есть Артем. Он старается разговаривать... Ну, типа, это их друг. Он старается разговаривать со мной на все темы вообще. Ну, типа, Наталья Николаевна, а там в Собес вот вы не заходили? Ну, то есть он знает обо всем все. Его 15-летний пацан, и он старается... Ну, типа, вот мы едем куда-то за город, я их везу, всех там, всех друзей, всех четырех. Там сзади сидят мои дети с другом, а Артем сидит всегда спереди, и он, типа, развлекает меня вот этой беседой. И это всегда очень кринжово. А это друг или парень? Мой? Нет, я знаю, что твой... Сильно младший, но не настолько. Не настолько, да-да-да. Нет, это их... Дочерей, это парни их. Кого? Сыновей, друзья. У меня сыновья. Вера, Вера, только что же сказали. Ты чего? Извините, я протупила. Да, еще такая думала. А я всегда... Вот, блин, низкая самооценка. Когда Вера начала это говорить, я думаю, я что-то не так сказала. Это моя... А я такой, а я что, не знаю, что у нее у сына парень есть? А может, не будем про это говорить? Я тоже такая... Может, мой, я поэтому и начала... Нет, ну ты просто знаешь, что сейчас, допустим, в ТикТоке и среди 15-летних, я не знаю, ну типа, по крайней мере, я даже посты в канале проделал, очень популярны Милф. И вот мода именно не на девчонок твоего возраста, а на девчонок постарше, на Милф, на мам твоих... Куда еще старше? На мою маму? Нет. Нет, нет, это на тебя, я же говорю, на мам твоих друзей. А, да, ну да. На Милф и вот это, что ты очень точно, своим образом, совсем вписываешься просто. Я тебе честно? Честно? Нет, друзья детей нет. Нет, это сильно, блин, им сколько, 15? 15-14 лет, мне, блин, 41. Ну то есть это сильно большой вот разрыв между, блин, поколениями, это несколько поколений. Но, допустим, 20-летние, там 25-летние бывает такое, пишут, что типа, вот, вы такая красивая, я говорю, спину, спасибо. Ну то есть все вежливо достаточно. Короче, почему был момент, когда я просто сидела, и у меня не было, ну не то, чтобы я сидела, вы это тоже не монтируете, блин, ребят, пожалуйста. Я просто сидела три года без секса, и я такая думаю, почему ко мне, ну а там реально, вот заходишь в личку, там 25-летний, там, ну 30, вот это край, и то 30-летние, они уже очень осторожны. 40-летние почти, но не пишут, не говорят, ну типа пишут, типа, ой, Наташа молодец, что поняла тему про семью. Я такая, ну-ка, у меня жена. Вот такие. То есть они все либо заняты, которые нормальные, либо они настолько трусливы, что к 40 годам у них не было никаких отношений никогда, и они боятся женщин. Все, вариантов там ноль. Ну то есть я не то, чтобы искала молодого, у меня вариантов нечего было выбирать. Сейчас молодой человек младше тебя. Да, на 16 лет младше. И поэтому, ну прям, ну он просто подошел. Он не спрашивал, типа, ой, а можно? Короче. Ему 25, правильно? Да, в этом году 25. Мне 26. Да, младше тебя. Ой, красавчик вообще. То есть я могла бы идти от Рахмана там, пока ты сидел. Вообще, мое уважение. Короче, когда я уже начала встречаться со своим мужем теперешним, мне написал друг мой, с которым мы дружили очень долго, другу 35, и он говорит, Наташа, ну вот я же, ну как, ну я же вот, типа, намекал, а он, ну как бы не намекал, мы просто дружили, и в какой-то момент я сказала, слушай, ну типа, Паш, мне кажется, ну типа, ты подкатываешь ко мне или что? Он говорит, ну Наташа, ты что, блин, прикажешься? Ну типа, я понимаю, что ему было страшно, но неужели нельзя было, блин, пересилить страх и сказать, да, ты мне нравишься, даже если бы я сказала, а ты мне нет, ну, блин, Наташа. Ну вот так, блин, бывает. Ну, не всем легко принимать, нет. Блин, ну ты понимаешь, тебе нравится женщина, и ты, она тебе уже... Подожди, она тебе, она тебе предлагает, ну типа, женщина тебе уже предлагает что-то, слушай, ну мне кажется, что у меня что-то есть, и ты говоришь, да ты прикажешься, больная, просто дружба. Да, потому что это, скорее всего, человек, которому ничего не надо было. Вот ты ушла, он такой, ой, Наташенька, Наташенька. Такое может быть, да. Ты разойдешься, он придет, ой, что-то перехотел, перехотел. Нет, тут дело еще в том, что нам, мужчинам, с воспитанием засовывают мысль в голову, что проявление чувств, любых чувств, это твоя слабость. Ну когда тебе девочка уже говорит, ты мне нравишься, может быть, ты хочешь со мной дружить, и ты такой посмеюсь когда-нибудь. Ты все описывала подобную ситуацию, но в стороне женщины в одном из подкастов или интервью, у меня уже спуталось, когда ты говорила, что вот ты сидишь на свидании, парень с тобой сидит на свидании, он хочет тебя, ты хочешь его, но ты ему говоришь нет, потому что ты должна его поморозить неделю, чтобы он не подумал, что ты легкодоступная. Это что касается секса. Здесь абсолютно то же самое, что только дело в том, что я сейчас ей, он пугается, он думает, я сейчас ей покажу свою слабину и так далее, он тем более уже старше, она, как многие другие женщины, будет пользоваться моей слабостью, моей добротой к ней, она может оказаться, ну типа он боится стать уязвимым с тобой. Какого хрена? Ты же сказала ему, что ты мне нравишься, типа все, зона безопасная. Почему безопасная? Вдруг она это говорит нечестно, неправду. Ну, Наташи 40, блядь, лет, ей что? Ну да, что я уже в здравомыслящей. Я не девочка, которая играет. Я не вижу, что его могли обидеть сильно, что он мог пройти через... Он сказал, что я типа побоялся, что если ты откажешь, то я потеряю и отношения, и друга. Ну типа он вот так, ну опять же, он может и врать. Блин, Паша, позвони, поговори. Короче, есть еще такая игра, ну это, я не знаю, как это объяснить еще. Женщина старается как можно дольше оттянуть момент секса, когда они уже нравятся друг другу, и она оттягивает момент секса, чтобы повысить ценность. А мужчина оттягивает момент, когда он скажет, я тебя люблю. Чтобы тоже повысить, типа... Ну это стереотип, мне кажется. Ну вот такая, как будто бы игра. Есть она или мне кажется? Ну вот смотри, я проигрывал много раз в этой игре, как раз потому, что я тот парень, который типа... Сразу же задавался. У меня чувства, ты мне нравишься, давай будем вместе. И девчонки, честное слово, особенно, когда у меня такая ситуация, что мне почему-то попадается, что я общаюсь с девчонками младше, типа меня, когда девчонки там 18-20 лет, они начинают из тебя веревки видеть, ну правда, они начинают с тобой общаться. Ну потому что мы в этом возрасте, но мы в этом возрасте реально играем. Знаешь, что ты нравишься, они начинают играть с тобой. Да, это игра. Начинают типа рассказывать тебе про другого парня, про какого-нибудь, или говорить, ой, я не уверена еще, или там вот эта хуйня начинается, и ты такой, бля, зачем я ей сказал, что она мне нравится, что у меня к ней так все чувства и так далее. Лучше бы я дальше был вот этим холодным, которым... Блин, которые вот эйфорию смотрят и говорят, ой, нам так нравится вот этот вот чувак, который там одну бросил другую, который самый главный... А кто так говорит? Больные женщины, которые... Ну девочки блачут 25-ти, мне кажется. Для которых типа вот эта игра, это самое прикольное, что может быть в отношениях, вот так вот поиграть. Посмотреть, как у него будут глаза какие, полные слез, когда будут целоваться на вечеринке с другим. А зачем? Нахера тебе это надо? Они не могут объяснить. И для них это игра. Это не отношения, а вот просто поиграться. Ну да, и так же я... Как в книжках, чтобы как в книжках. Ну просто мне кажется странно, когда вам уже... Сороке, да, а ты до сих пор играешь. Ну страшно, страх сохраняется. Хорошо, а если страх у тебя сохраняется... Сходи к психотерапевту, да, это понятно. Ну да, не заводи отношения, потому что ты точно... Но он и не заводит. Ты точно в них очень много раз объебешься. Ну если ты не Паша Воля или Александр Утяшева, то, скорее всего, ты там в них будешь жрать говно. Ну если ты боишься, блядь, на этапе спросить, то тебе не надо... Дальше еще сложнее, да. Что это естественный отбор трусов, знаешь? Может быть. Блин, ну ты... Вот опять же, что из этого больше... Типа трусость, типа не бояться... Не знаю, мне кажется просто, что не все так однозначно, что у нас у мужчин на самом деле есть много причин, по которым мы не показываем чувства, и это не только потому, что мы боимся. Это еще и потому, что мы не умеем их сами осознавать, чувствовать. Вас с детства задрачивают про любовь, про принца, про все вот это. Да, вы знаете, что я думала? А мы с детства, ну мы не знаем, что такое любовь, потому что нам говорят, защищай, зарабатывай. Только не плачь, пожалуйста. Если ты заплачешь, то пищевец будет. Я просто делюсь... Я за маскулизм. Я не про это. Я просто делюсь, что нас с детства не учат. Ну, блин, я во многом понимаю мужиков, которые говорят, ну, типа, многие из нас эмоциональны, но нас это подавляет. А мы хотим, чтобы он был и брутальный, и эмоциональный. Это как вы знаете. А мы просто не умеем, типа. То есть нас просто не учат. Это вы... Да нет, сейчас вас учат. Не надо, блин. Да это так кажется. Вот раньше в СССР, когда я говорю, ты что ревешь? Я прям при мне, я говорю, типа, не когда я маленькая была, а родительница в садике. Ты что ревешь, блин? Ты мальчик или что? Это же как девка, когда ревешь. Ну, и сейчас так нельзя. Говорят, конечно, говорят. Сейчас так говорят. У меня брат младше, ему родили, так говорят. Ну, не мои просто, а твою роду. Уже, мне кажется, ну, хотя бы не модно стало. Ну, да, не модно, не модно. В пределах садового кольца, да? Ну, вот я хотела сказать. Наташа, вот ты же и брутальная, и эмоциональная. В чем секрет? И я, и брутальная, и эмоциональная. Слушай, а я, короче, недавно читала, что про... Короче, нет гомосексуальных полностью и нет гетеросексуальных людей. Что есть процентовка? Да, про спектр. И я такая, подождите, может, у меня реально какой-нибудь спектр? Ну что, я иногда веду себя очень мужественно, а иногда прям фу-фу-фу. Ну, это гиперпатяция еще может быть, да. Это еще скорее твоя сексуальность. Мне нравится иногда прям, ну, типа, мне нравится обнимать девочку, девочка пахнет вкусно. А тебе нравится доминировать в постели с мужчиной? Ну, иногда да. Ну, прям, ну, там, придушиваться или ебать его. Ну, я пробовала, по-моему, рда сам бить человека. Да? Понравилось? Да. Ну, вообще, я ненавидела его, пиздец. Ну, а ему понравилось? Это бывшего мужа? Нет, это был человек один в моей жизни. Ну, типа, ему... Он думал, что я люблю БДСМ, а мне нравилось именно не когда меня бьют, а когда я его пизжу, потому что он тварь, блин. Ну, я думаю, тут ситуация вин-вин, если честно. Ну, да. Вы и поебались, и подрались. Ну, да. И он, видимо, тоже любил, когда его бьют по мордасу. А почему секс после ссор самый классный? Пиздёж, блядь. Нет, там, короче, ссоры тоже должны быть не затяжные, а, типа, эмоциональные. Там какой-то эндорфин, хер знает чё. Адреналин. Короче, адреналин у наркоманы. У них выплёскивается вот этот адреналин, а потом, чтобы его, типа, заглушить, потом ещё, типа... Сперма выплескивает. Ну, кому чё, да, выплёскивается. Там, короче, какая-то вот эта вся взаимосвязь внутри организма, но ссора должна быть максимально, типа, эмоциональной, короткой, типа, как вспышка. Всё. И, наверное, это ближе к гневу, потому что у меня все мои ссоры, это я... Вот, если это слёзы, это затяжная депрессия... Нет, слёзы – это жесть. Ебать женщину в депрессии – это вообще всё. Это вы зря так делаете. Не надо. Типа, ой, я тебя полечу членом, так не работает. Нет. Типа, ой, ты чё расстроилась? Не плачь, на, посмотри хуй. Нет, ребят, нет, так это не работает. Так, я потерялся в мысли за спермой. Лучше цитаты людей, вот, а потом опубликуйте... Ты с детьми... Смотри, с тобой не говорили, а ты с ними говорила про секс? С сыновьями? Ну, они со мной не будут говорить. Ты сама. Я стараюсь, я стараюсь, типа, так же литературу где-то подкинуть. Не знаю, это, наверное, неправильно, и я должна, типа, взять, сесть и поговорить, но я вижу, как люди, ну, реагируют, дети, на вот эти разговоры родителей, типа, сынок, давай я с тобой поговорю про секс. Нам, подожди, всё, нет. Ну, нет, не решилась. И они сами тоже ни презервативы не спрашивают, ничего? У меня просто история, это подруга, там, тётина, мамина, в общем, неважно, она уезжала в Турцию с сыном. А вернулась любовником? Нет. Она приехала в Турцию с сыном, в первый же день дала ему огромную пачку презервативов. В 14, по-моему, он был в этом духе, типа. И сказала, сынок, в целом, делай, что хочешь, останься, пожалуйста, жив и пользуйся вот этим. Иди в мир. И, то есть, мне кажется, это в целом очень клёвая тема. Ну, типа, вот такая позиция, да, ок, но говорить, а особенно если человек не готов слушать, да, и ты пытаешься ему в эти знания, а ему неудобно, неловко, ну, то есть ты посадил ребёнка своего, и ты видишь, что он закрыт от тебя, и пытаться эти знания вложить. Зачем? Когда можно, там, подложить, там, какой-нибудь, там, скинуть ссылку на YouTube. Порноролик скинуть. Не порноролик, надо же что-то, типа, научное, около научное. Из одноклассников. Да-да-да. Но они, скорее всего, будут по этим узнавать, по интернету. Вот я откуда знаю? Не знаю. Может, ты на телефоне палила? Может, ещё видела как-нибудь, не знаешь? Я нет. Я паллю только, как они играют, там, проходят всякие, там, эти свои Майнкрафты, там, ещё я просто сижу, иногда залипну, и говорю, ой, это что? Это радуга из Майнкрафта. А радуга, блин, в кубиках вот такая. О, как красиво. А ты уже думала, что скажешь, если принесут? Как это? Принесут в Подоле, это называется? Я думала, что я буду говорить, потому что я готовлюсь к тому, что они приведут невест, и мне надо будет с ними, ну, как-то, блин, говорить с девчонками. И я уже думала, как сделать так, чтобы они, ну, как будто они ведьма, знаешь, встретила их, типа, Малефисента с клыками. Я то всю секунду подумала, что это очень... Добрый вечер! Чтобы я, типа, не с натяжной улыбкой, а чтобы я, типа, я добрая мать. Тогда просто не есть к ним. Это, кстати, лучше всего работает. Ну, я очень стараюсь, но это так сложно... Так я уверена, что у тебя хорошо получается. Я, короче, работаю над собой, честно. 15? А возраст сексуального согласия у нас 16, да? Ну, близко уже, да. Там просто некоторые заинтересованные люди в это в гости, а некоторые нет. Девчонки, они, вот, ну, они, типа, ой, давайте в бутылочку играть. Девчонки хотят отношений уже, но, типа, не секса, а отношений. Мы хотели... Я в 15 лет хотела, ну, типа, любви великолепной. Секс хуй меня не интересовал. Типа, даться, ну, ладно, не придется. Я понимала то, что в 17 лет, типа, я дружила все это, не придется дать. Блин, я тебе серьезно. С этими членами. Ну, так и есть, так и строится очень долго. Никто из девчонок не сидит в 15, не мечтает. Ну, это отдельно не поманки. Даже не то, что не мечтает. Ну, не поманки. Девушки с другой половой конституции. Да, но просто есть такая история, что вот если ты хочешь любви, если ты хочешь каких-то хороших отношений, если тебе не хочется секса, то вот придется потерпеть. Вот есть вот такой вот какой-то общий культурный фон. Вот это, да, плохой фон, но он был. Да, 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 он реально был. И это давлело надо всеми. Что да, женщины. Ну, не хочешь? Особенно, блин, эти псевдопсихологи, знаешь, которые... Да, женщины, не хотите? Не дадите вы? Дадет кто-нибудь, но и вы другая. И вот это психолог... Такой охуелый, уйдет решить свой вопрос где-нибудь в другом месте. Я полежу, отдыхаю. А психолог говорит, и сидит в этом стадо, и они верят в это. И это все еще в интернете, и все такие, да, смотри, Наташа, какой замечательный это психолог. Я говорю, ну, блин, жаль, что у него нет психообразования, а так-то молодец. Когда меня с Сати сравнивают, типа, ну вы же оба одинаковые. С кем? Мы не оба одинаковые. Сатья Дас, блин. Кто это? У него, ну, психолог, блин. Так. У него позиция очень, ну, типа, патриархально, крайне патриархально, типа, если... А, типа, если ты работаешь, ты несчастная женщина, счастливая женщина. Никогда, блин, не зарабатывай деньги, они сидят на иждивении у мужа. Вот, типа, у него... Хороший психолог. Подождите, короче, его семья так, ну, типа, создана, и она так работает, и у него это все получается. Но не надо говорить, что мы все должны вот по этой, по этой, шаблон вот под этот жить. И он говорит, женщина не может испытывать, мужчина может испытывать удовольствие, эйфорию от побед, от аплодисментов, а женщина нет. Я думаю, ну, как так? Ну, типа, когда я стою, меня аплодирует, блядь, солдат, блядь, в Москве. Я охуеть как себя счастливая. Я это почти оргазм, блин. Ну, то есть, Сатья, он, блин, вот такой человек. Алиса, кто такой Сатья Дас? Сайт Лизиз.ру дает такой ответ. Сатья Дас, ведический философ. Ой, блядь, до свидания, Алиса. Понятно. Семейный психолог. Алиса, хватит. Ведический, первое слово. Все, да, все понятно. Сатья Дас, он с юмором все это преподносит, но он психолог, и он, типа, просто, типа, юмор говорит. А я юморист. И, блин, я просто знаю какие-то ознакомые психологи, потому что я поступала, блин, на психолога, я отучилась, блин, два семестра хотя бы. Но я не психолог, я не имею права что-то там поконсультировать кому-то. А ты еще учительница же? Да. То есть ты Милфа еще и учительница, пиздец просто вообще. А ты в курсе, что мой муж учился в той же школе, в которой я работаю? Что он, ну, типа, я вот мой ученик. Да, это... У меня столько клещей по этой истории. А он мой сосед по площадке. Ты в курсе, что мой сосед Он еще и драчил на тебя. Да сто пудов. Я тебе говорю, сто пудов. Я надеюсь, что он сидит дрочит дома на меня. А, еще я поняла, что он спортсмен. Ну, да. У тебя хореограф. Да, любишь спортивный человек? Блин, ну это красиво. Ну, давайте честно. Ну, блин, это... Когда красивое тело, это красиво. Я тебя что, осуждаю, что ли, господи? А он умный? Да. К сожалению, даже придраться не к чему. А предыдущий муж? Хоккеист тоже умный. Хоккеист умный, но, сука, лживые твари, блин. А вы на двух языках разговаривали? Он знал русский. Он знал русский. Сука, он вот это слово знал. Борщ. Нет, он наоборот, он не понимал это тело. А слово писи он знал? Нет. Жаль. Визуально, да. Он видал где-то. Но визуально ему все показывали, поэтому я не понимаю. Он американец, естественно. Он хоккеист, известно, конечно. Слушай, очень глупый вопрос, но не могу задать. У меня дураков не было, давайте честно. Типа, мне нравятся умные мужики. И толстых тоже. Так вот, я как пухлый говорю. Не, были, слушай. А секс с американцем и секс с русским есть отличия связанные какие-то или... Слушай, если бы я... Вот смотри, выборка очень маленькая, ты понимаешь, да? Я тебе как кандидат нет наук, то есть я понимаю, что выборка должна быть огромной, чтобы ты сравнивала... Мне так любопытно было, как вы на английском разговариваете в постели? Очень плохо. Нет, в постели... Как в порно? Нет, нет, там молча просто. Типа, и все. Короче, самое стрёмное на английском это ссориться. То есть когда я находила, допустим, переписку, мне любовница его пишет, и я хочу ему просто яйца оторвать, а ты даже не можешь выплеснуть негатив, потому что тебе надо переводить это на английский. Типа, понимаешь? I will, I will... А, нет, I would, наверное, блин, более вежливо. I would cut your... Your balls, блин. Your fucking balls. Your fucking balls. Да, fucking надо вставить, чтобы он знал, что решительно вставить. Еще что их нужно, put in your ass обязательно. And put in your ass. And bag of dicks in your mouth. Ну, то есть, понимаешь? Типа, как будто бы ты говоришь не то, что ты чувствуешь, а просто переводишь всю жизнь. А сколько лет вы были в отношениях? Два с половиной. Ну, половина была отвратительная, когда он уже жил, блин, в Германии. Ну, с дочи хоккейной формы осталась, я видел. Я ее раздала. Эх, такая красивая. Я еще куплю. Достаю два вопроса. Первый вопрос. Ты же задал уже свой вопрос? Да-да-да, вперед. Так, вопрос номер один. А зачем вы поженились? С кем? Со своим мужем. Сейчас? Да. Не знаю. Мне кажется, это я повелась на давление общества. Честно. А сколько вы были вместе перед свадьбой? Ну, мы жили, наверное, полтора года. Сделал предложение. Ну, в целом, тебе хотелось? Свадьбы там, вот этих вот бумажечек, колечек? Колечек хотелось. Фильм горько? Нет, свадьбы не хотят. Ну, в смысле, хотелось просто в красивом платье. Ну, то есть, как любой девочке, хочется скорее, типа, красивости какие-то, и чтобы общество как будто признало их пару легитимной. Понимаешь? Чтобы мне не писали, ой, да блин, он тебя поебет и бросит. Я понимаю, что, ну, они неправы, но слышать это я, ну, типа, не хотела. Мне проще было сходить в ЗАГС, сказать, все, мы муж и жена, все, успокоились. И люди реально успокоились, к сожалению. Как бы я ни говорила, что я сильная там женщина, нет, я ведусь на общественное мнение. И оно для меня, видимо, еще имеет значение. Грустно это. Это стойка. Ну, то есть, когда тебе, знаешь, один раз написали, окей, второй раз, третий раз, когда на протяжении, там, полутора лет тебе пишут каждый день, знаешь, капля воды на макушку падает каждый раз, и ты уже начинаешь думать, может, я какая-то конченная, реально, а любит ли он меня правда? Хотя ты понимаешь, что у вас отношения нормальные, здоровые, все там в порядке, не нужны эти бумажки, не нужны кольца. Он тоже сказал, мне, ну, типа, свадьба не нужна, но если ты хочешь, мне нет проблем никаких, пойдем зарегистрируемся. Мы пошли и зарегались, и через месяц поженились. Мне кажется, меня тоже так делали. То есть это нормальная ситуация? Мне поздно какая-нибудь разведет, потому что я вот понимаю, как на вас давит общество. На нас давит общество до сих пор, блин, ребят. До сих пор, блин, уже казалось. Типа, и я реально, если вот я распишусь с кем, то это только потому, чтобы отъебались от женщины, с которой я нахожусь. Реально, чтобы просто отстало общество от женщины. А еще родители есть. Ладно, у меня родители нормальные. А есть родители, которые, знаешь, твоя женщина вот, блин, у тебя рядом сидит с тобой нормальная, пошла к маме, съездила, вернулась вообще никакая, сидит, в стену смотрится со стеклененным вот этим взглядом. Другой просто к маме не надо ездить. Ну так тоже, видишь, независимый. Блин, у меня подруга, Камикес, рассказывала историю, как она со своим парнем поехала к части своей семьи. То есть еще не ко всей. Ну да, да. И вот они вдвоем на праздники, и один из родственников говорит, ну что ж, желаю тебе встретить свою любовь. Ее парень здесь сидит. А они его просто не любили, или что? Это мило, да. Они просто не приняли его, понимаешь? А если бы он женился на ней, они бы говорили, вот желаете развести с этим долбоебом и встретить все-таки свою любовь. Ну то есть просто люди не принимают человека. Алиса, сколько людей в России живут в браке? Нашла ответ на interfax.ru. Слушайте, по данным ВЦИО, в официальном браке состоят 52% россиян. И максимальная доля... Что? Жесть. ...входится на сограждан в возрасте 35-44 лет. Шесть. Я думал, человек 30% в 30 лет. Среди молодежи в возрасте до 24 лет... Смешно, что ты попадаешь в эту группу, а твой муж нет. Вон, 17%, 24 года, 17% попадает. Кстати, я еще знаю, сколько браков в России заканчивается разводом. Если захотите послушать, сколько скажите? Две трети? Послушаем. Воспроизведение видео не поддерживается на этом. Она хотела сказать видео с расставаниями. Где плачут люди. Грустная музыка. Это из мэриж... Это из брачной истории вырезка. Не знаю, смотрели вы или нет. А мы с Димой, кстати, почти никогда не повышали друг на друга голос во время ссор. Один раз была очень смешная ссора. А как вы ссоритесь? Чтоб ты умерла? Нет, просто зачем ты это делаешь? Мне неприятно. Мне это делает больно. Ты говорила, что ты не умеешь ссориться, начинаешь очень сильно эмоционировать. Ну, я плакать начинаю. Я говорю, я хочу поговорить, о боже! Вот такое вот. Ну, то есть, чтобы мы кричали, друг, у нас один раз была ссора, которая... Вот, да. После от них как мириться с сексом, реально, когда ты сидишь... Никак? Никак. Когда я... Пожалуйста, уйди. И вот, да. И вот чего-то твое будет такое, отлично. Вот тут тоже, ну да. Да, поэтому я такая... Так, а как там люди вообще с сексом занимаются после ссоры? У тебя лицо опухшее? Нет. Нет, там ссора должна быть, знаете, как-то... Да, Пенелопа, Крус или, блин, вот Сальма Хайк, когда они там все... Ну, это короткая, вот это вот. Короткая, короткая типа ссора. Ты дерьма кусок, а ты, сука! Хочу тебя! Вот, все! Секс! Только такой сценарий. Я сценарист ссор. А ты сейчас порно смотришь сейчас? Я думаю, а ты сейчас порно снимаешь? Нет, сейчас что-то отошло от дел. Наташа, а ты делала... Сейчас за ней прошу что-то... Давай-давай-давай. Ты делала когда-нибудь эти обнаженные фотографии? Да, и видео. И, короче, мне просил прислать мой молодой человек. И я такая сделала видео. Думаю, мне не нравится, некрасиво, надо по-другому лечь. Короче, я задолбалась снимать. Мне ничего не нравилось. Ну, то есть, либо это не по-настоящему. Ну, то есть, соответственно, нахер присылать, когда это просто вылизанные какие-то фотки и видео. Либо это некрасиво. Короче, не могла даже намонтировать. Я монтировала, а монтировала и не намонтировала. И так я не переслала. И слава богу, потому что мы расстались, и мало ли чем было. Вот, я тоже хотела спросить, не было ли истории со сливом каких-нибудь твоих? Не знаю, но вот некоторые фотки есть у бывших, которые молчат. Сейчас? В 40 лет? Реально пофиг. Но в 20 лет для девчонок это важно. Я просто не девчонка, поэтому страшно. Слушай, я думаю, что это в любом возрасте не сильно страшно. Я не думаю, что это кто-то кроме тебя самого это считает прям сильно позорным. Просто это что угодно твое личное отобрали. Что-то твое интимное против твоей воли выставили. Ну да, это точно не приятно. Особенно если с контекстом каким-то. Типа, посмотрите на мою бывшую, какая она шаболда. А она, блин, тебе очень интимное фото. Жизнь пересилила себя и отправилась, фоткалась. И она это с любовью сделала. А ты потом таким образом отомстил ей. Вы помните, как недавно с мужчиной такой конфликт был. То есть обычно с женщиной попадают. Это называется порно-месть. Это называется порно-месть. Когда ты расстаешься, и человек сливает... Не, я про Дзюбу. Он же там не просто мастурбирует. Я не досмотрела. Я тебе расскажу. Я много раз смотрел. Он там не просто мастурбирует. Он типа в этот момент плюет в камеру. Потому что он отыгрывает, что он ее хочет очень, свою девушку. И он типа очень страсть отыгрывает. И он как мужчина себя ведет охуительно. Ну типа в плане... Да, поняла. Я не представляю, что ему 31 или 32 года. Я бы никогда не подумал, не видя этого видео. Что у него еще слюна осталась. Что... Не-не-не. Что... Ну, мужчина русский, популярный, такой сексуально раскрепощенный, такой изобретательный, что он там... Он смотрит с ней сюжет. Она там же якобы журналистка, которую он отправлял. И он смотрит с ней сюжет по телеку и типа мастурбирует, думая о ней. Это же охуительно. И на нем начали смеяться. Это креативно. Такой молодец. Мне везде хотелось написать, типа, чуваки, берите, блядь, пример. Это счастливая сексуальная жизнь. Подожди. Там разделились люди на тех, кто за и кто против. Те, кто заговорили, блин, ребята, да он, типа, смотрите, в каком порядке. Вообще красавец, да. Но очень много... А в чем против, да? Я не знаю. А я вот забыла, как это вообще попало в интернет, кстати? Ну, против него развернулась компания, связанная с тем, что он там некоторые заявления делал и просто слили. Ну, типа, считаете, что слили какие-то знакомые? То есть он не только ей, а всем это словно, да? Нет, там как-то через левые руки. Там непонятно, как iCloud взламывают там. Короче, да. Все, что... Вот еще я знаю, что взламывают iCloud, поэтому я стараюсь делать даже для себя там какие-то фото более, ну, типа, приличного характера. И у меня есть на телефоне эротического. Но если любая из этих фоток попадет в сеть, они такие охуительные. Гордиться буду каждой, реально. В 41 год я буду гордиться. У меня парочка тоже была таких фотографий, но буду стесняться того, что только срач в кодсерии у меня там. Ну, это максимум, да. Они скажут, ну, блин, девка классная, но вот надо было убрать. Просто фишка про то, что я еще тогда сформулировала поинт про то, что про отказ в сексе, закольцуем этот диалог, просто не успела его вставить, а не закольцуем. Еще Наташу про порно не спросили. Да, нормально, нормально. Про то, что я говорила про секс как в отношениях, как метод коммуникации, как общение, как вместе что-то поделать, вместе условно сидеть за покупками. Я знаю, что это странно звучит, но это как метод... Способ сблизиться, типа. Даже не способ сблизиться. Время-препровождение. И абсолютно нормально, что тебе человек отказывает. И абсолютно нормально, когда ты активно этому человеку пытаешься предложить. Но просто на секс еще навешивают так много всяких разных дополнительных смыслов. Поэтому, когда тебе человек отказывает, головой ты понимаешь, что ты просто предложила, тебе просто отказали. Да, ты неплохой человек, тебя любят, но... А тебе обидно, когда ты пишешь кому-нибудь, пойдем в кино, а человек... Конечно, блин! Блин, я тебе больше скажу. Мне обидно, когда я сварила, сука, суп, говорю детям, подиемте есть, а они говорят, а мы не голодные. Конечно! В смысле? А он горячий! Я так прочленно говорю. Вот, это и дело. Мы понимаем обиду, мы понимаем. Если я просто говорю, типа... Дети не хотят, когда ужас... Смотрите, но эмоции мы можем переживать. Это нормально, мы испытываем эмоции, это обида. Пиздец, да, я обижаюсь, я обичую человека. Но я головой могу в какой-то момент перестать обижаться и сказать, Наташа, ну, блин, они реально не голодные. Успокойся. Захотят, поедят. И так же должно быть везде. Да, и в сексе тоже такое есть. Просто мне обидно, когда мне отказываются, когда я зову погулять, когда я сильно хочу, очень сильно соскучилась по своим друзьям. Они такие, блин, извини, Вера, у меня есть дела поважнее тебя, например, работа, и не остаться голодной на ближайший месяц. Я такая, о, блядь, какие важные пищи. Чтоб ты умер, блядь, без еды. Давай я тебя покормлю, пойду. Ну, то есть я реально в этот момент испытываю эту эмоцию. Но я ее проживаю и с сексом точно так же. Это нормально, блин, не хотеть предлагать, нормально не хотеть, нормально не быть счастливым, когда тебе отказывают. Ну, то есть у нас же у всех разные виды. Допустим, есть люди, которые хотят преимущественно, типа, днем, кто-то вечером, кто-то утром, и, ну, не совпали. Ну, надо же, блин, договариваться как-то. Наступи себе на горло и давай мне, когда я хочу. Вот, я хотел задать тебе вопрос, который мне пригодится, я уверен, в будущем. Когда буду ебать Милф. Да, я так понимаю. Не могу. Я даже с Милфами даже порно не смотрю. Мне не заходит, сори. Для меня Милфа это вот мама стифлера. Я вспоминаю только этот образ, и он такой комичный. Но ты прям уже Милфа. Но ты вот прям... Мне казалось, я уже вышла из этого. Нет, а до какого он возраст? Нет, ты еще лет 10 будешь... Смотри, Милфа это мамочка, которую... Да, ты уже мама, и трахнуть тебя хочет пол Инстаграма. Смотри, если ты Милф, все нормально. Как умеет заканчивать. Когда ты сама решишь. Как же Грэнни, I want to fuck. Все хорошо, Наташа. Реально? Я перейду просто в другую категорию. Это очень популярная категория. Бабушки, которых ебут, это очень популярно. Бабушки, особенно в грязи. Не бразильские. В грязи там и шага такое. Бабушки, которые ебут. Три едут в деревню. Зависит свиней. Я еще гэнгбэнг с бабушками. Это вообще пиздец. Я искала много парней. В собесе и все ебутся. Ну, типа толпа. Стандартная ситуация. И куча мужиков принесли квитанции. Они на лицо и квитанцию кладут по очереди. Алиса, что такое Милф? Ответ есть на b17.ru. Считаю, по версии Википедии, Милф обозначает сексуально привлекательную зрелую женщину, но не обязательно фактически рожавшую детей. В правильном значении фермина возраст рассматриваемой женщины должен быть достаточен, чтобы годиться в матери мужчине, заявляющему о ее привлекательности. Алиса, спасибо. Телюй ваши мысли. Кстати, вы мне нравитесь. А сколько у вас разница, ты сказала? С Алисой? Нет, с молодым человеком. 16. Ну, то есть ты могла в 16 лет его родить. Ну, все, ты мил. Алиса, сделай мне горячий комплимент. Это приказ или просьба? Это просьба. Тогда я скажу вам комплимент. Вы очень красивый человек. Действительно горячо. Это сарказм? Нет. А мне кажется, что да. Сука, она все понимает. Ладно, извини, Алиса, я не хотела травмировать твои чувства. Прости. Не извиняйтесь, вы ни в чем не виноваты. Спасибо, Алиса, хватит. Если хотите, чтобы Алиса с вами разговаривала так же откровенно, как только что, с Верой, то нужно зайти в настройки приложения Яндекс, там в устройство, и там галочку убрать, и она будет вам подсказывать, так же, как и нам, всякие откровенные штуки. Давай спросим Наташу наши стандартные вопросы. Давай. Наташа, какая первая секс-кассета была в твоей жизни? Порно-кассета. Видео? Да, видео. Блин, это было у моих друзей, у них родители на VHS, вот на таких кассетах. Ну, блин, я не помню, что это за фильм был, и даже не помню, про что там было. И просто мы смотрели, а потом я запоминала, чтобы мастурбировать по памяти, потому что мастурбировать при друзьях я не могла пока тогда еще. И мы запоминали, и потом... Ну, друзья, надо отмотать на начало, и иногда не помнили, где начало, и примерно мотали, хотя там, наверное, родители их вообще не знали, где там они на каком моменте закончили. То есть там всегда было на разных... Отматывать всегда надо было, да? Да. Вот поспалишься, что ты на каком-то моменте остановился. Ну, это жесть. Ну, типа страшно было, что тебя засекут, и ты как будто... Как будто это, блин, самое стрёмное, в чем тебя могли вылечить. Хуже, чем двойку получить по материнам. А сейчас ты смотришь? Да, конечно. Порно? Не, именно для мастурбации, для себя, типа, просто. Ну, вот, блин, я две недели без мужа здесь в Москве живу. Так, и тебя спасает порносайты? Ну, конечно, а что мне еще делать? Ты пиратская или плачешь? Ну, смотри, просто... Ну, портхаб? Нет. А где? Везде по всяким, там, ВКонтакте, блин, в любом поисковике. Мне пофиг, я на все могу драться. А как ты запросы ставишь? Типа ты по фамилиям помнишь актрис? Да. Павел Деревянко так писал. Нет, нет, я веду актрис или актеров, мы же знаешь. Нет, слушай, у меня нет такого, что я не понимаю... Вот как по мне, это какой-то, типа, ну, фетиш. Типа, когда ты на кого-то конкретно прям выбираешь, и там на Лысого из Бразерс столько у тебя встает только на него. Но у тебя есть актер, на который у тебя встает? Нет, у меня, короче, не встает на... Ну, образно говоря, на те ролики, которые очень наигранные. То есть я вот чувствую, что это просто, но нет ничего. Я и так понимаю, что это все, ну, типа, постанова, что это не в реальной жизни все происходит, и, типа, скрытая камера там стоит в автобусе. Нет, я все это прекрасно понимаю. Но когда это все, типа, а, нет, что ты делаешь? Ну, блин, я не вижу, что ей прям страшно. Пугайся, сука. Я здесь драчусь и живу. Как он актерский, да? Да, то есть я... Мне проще помастурбировать на видео, где пиксельно, типа, заблюрино что-то, но я вижу эмоцию. То есть меня вот это взгревает больше, чем, ну, типа, все, где красиво, все очень красиво. Четкая картинка, но, типа, эмоционально пусто, просто ноль. Ну, типа, я, может, потому что я женщина. То есть мы более эмоциональны, нам важна не картинка, ну, не только картинка. Картинка тоже важна. Но если нет эмоций, мне пусто, я не стану. Да, мы мужики вечно дрочим на роботов безэмоционально. Да нет, ну, сейчас, а для вас важно? Конечно. Ты же говорил, что тебе нравится пластмассовая картинка. Мне нравится не пластмассовая картинка, мне нравится, когда она нереалистичная, типа, да, но они себя вести должны эмоционально. Если они себя ведут, типа, вот так вот. Слушай, ну, нереалистично, если там, типа, медуза, блин, с женщиной, и я тоже, ну, типа, вот эти вот с щупальцами, тоже ок, но, типа, но там должна быть... Тимтактики. С волком, все, что угодно. Ну, погоди, вообще отличный порно-ролик. Да, да. Ну, у нас, да, подкаст называется, да. Ну, погоди, у нас называется подкаст. Не, правило 34. Так вот, порно-сну, погоди, еще тоже есть. Если тебе нужно будет прислать, то без проблем. Мне, причем, я недавно наткнулась на ролики, где какие-то известные мультики, ну, типа, Frozen, где... И там... Эти, как это называется, когда... Косплей? Порноактрисы переодетые. Это когда стравливают двух героев, которые по сюжету не... Кроссовер, типа. Да. Ну, что ты имеешь в виду? Нет, ну, короче, я найду это слово в памяти. А, фанфик этот. Фанфик этот, ты имеешь в виду шиперить. Все же, вот, шиперят, когда они вообще не сочетающиеся персонажи. А тебя же оперили с кем-нибудь из известных людей? Я не знаю, мне не говорят же. Ну, там, фотка у тебя появляется с каким-нибудь известным человеком в Инстаграме, и тебе не пишут в комментариях, типа, ну, что у вас там, все такое, нет? Ну, бывает. А они пишут, типа, о, ну, обычно с танго-партнерами. То есть у меня есть преподаватели, и обычно выкладываешь, они пишут, вот вы так сильно подходите друг к другу. А он замужем, и я замужем. Ну, смотри, он женат, и я женат. И я замужем. Мы, короче, у нас есть другие. У вас есть абонементы на секс у обоих? Да, до конца жизни, я надеюсь. Ну, я договорилась уже. Короче, людям нравится додумывать, что между людьми что-то есть. Ну, то есть придумывать какие-то истории. Я думал, все это, короче, неправда. Я думал, что вот все, кто мне про это рассказывают, разыгрывают. И тут, короче, я... Что, у тебя шаперят с кем? Да, я захожу. Я думала, что вы спите. Мне в Телеграме пишут, типа, чувак, привет, смотрю ваш, типа, подкаст с Верой и так далее. Вы так круто другу подходите. Да, да, я тебя сижу. Я сижу вчера. Это было, типа, несколько дней назад. Я имелась в виду просто, типа, по... Нет, там про секс человек писал. Типа, вы же на река, ебетесь, типа, и все такое. Я просто... Ну, я им ничего не стал отвечать. Потому что что я ему могу ответить? Типа, все, что я отвечу, будет использовано против меня. Конечно. Вот, и лучше на это ничего не отвечать. Нет, они скажут, ой, так они скрывают, получается. Нет, такое мое лицо было. Это не потому, что я с тобой ебусь. Потому что я, о, бля, я ебусь, блядь. Ну, нет уж. Лучше бы я ебать. Нет, у меня такое лицо было, потому что, бля, ну, и, блядь, еще получше не было варианта, да. Ну, нет. Ну, типа, людям нравится придумывать сказки. И верить в это все. А еще хотела тебе какой-то прикол рассказать. И тебе прикол хотела рассказать. Забыла, какой прикол. Блин, как же вы? У меня времени до кучи. Сейчас, сейчас, я. У нас камера не кончится? Все продолжается. Мне кажется, я тебе уже рассказывала эту историю. Что бы мне еще принесли? Про хорошую актерскую игру в порно. И не рассказывала? Рассказывай, рассказывай. Я не помню. Да, короче, что я один раз смотрела ролик, где была такая хорошая актерская игра, что я нахуй выключила. То есть, там было сразу понятно, что это постановочная порно. Но в какой-то момент, там, типа, ешь, о, ты пришел. Ну, то есть, начиналось все понятно, что это. Но дальше, когда она такая, я не хочу. И я такая, блядь. Ну, типа, на третьей минуте, когда он. Я тоже не хочу, да? Да, я такая, воу, воу, воу. Это уже ненормально. Это уже мы не будем смотреть. Потому что там по кадру, по всему было понятно, что это порно-ролик. Но она прям вжилась в роль настолько, что это перестало быть порно, а стало до страшного. Снав видео. Ну, вот, да, есть вот этот фетиш популярный, который я часто натыкался. Короче, я люблю смотреть, когда кончают куда-нибудь, на что-нибудь. Ну, типа, сверху. Когда? Вот, там, на лицо, на грудь, на живот. На абажур. Вот. В основном на абажур. Или, как сейчас, происходит на мое будущее, например, счастливое. Вот, так вот. И, короче, там, типа, есть ролики, когда девушки против, чтобы им кончали на лицо. А им кончают. Ну, а им кончают на лицо. Но они это отыгрывают. То есть, это актрисы. Ну, и они, типа, вот это вот. И там в комментариях я смотрю кучу восторженных отзывов и так далее. Я смотрю, думаю, блин, я, ну, меня им... Я не могу. Ну, здесь же неприятно. Нет, слушай, ну, у меня там, типа, я понимаю, что, блин, у меня же там ресницы еще не нарощенные. О, нарощенные, правильно говорить, кстати. Да? Да. А можно еще такой глупый вопрос? Короче, а что делать, вот, типа, если тебе нравится? Если тебе кончили на лицо. Не-не-не-не. Слушай, как ты живешь с этим? Нет, если ты сходишься с партнером, у вас охуенный секс, но ты любишь кончать на лицо, а она не любит, когда ей кончают на лицо. Или ты любишь кончать в рот, а она не любит. Ну, все, делать что-то. Такое тоже бывает. Если ты, типа, лежишь в такой позе, что попадаешь в себе случайно, такое тоже может быть. Сусловно. Обсудить это, решить, насколько она это не любит и насколько ты это любишь. Какой ей это дискомфорт доставляет. Но у меня всегда была позиция, что если что-то, что мне доставляет комфорт, кому-то доставляет дискомфорт, значит, я это не буду делать. Это понятно. Но мы говорим про то, что тебе очень хочется. И, допустим, многим девушкам, почему-то про это тоже не очень публично говорят, не нравится, блядь, перма. Ну, нахуй, ни вкус, ни цвет, ни ощущения, типа, на коже, на лице и так далее. Но при этом многие соглашаются на... Зачем ты ей мажешь на лицо? Зачем так делать? Я не мажу сам. Ну, в смысле, ее же можно сразу смыть. Я понимаю. И говорю, и очень... Там не всегда же получается так... И часто я видела девушек, что... Ну, типа, мы когда обсуждали, она говорила, ну, я с многими парнями соглашалась, хотя мне не очень нравится. Типа, и так далее. Что девушка соглашается на взаимодействие со спермой не по своему, блядь, желанию. Ее сложно, допустим, вымывать с волос и прочее. Но, вот я, допустим, думаю, так, вот если он сейчас скотничает мне в рот, и я проглочу, то ее нигде не будет на простыне, и не буду стирать. Ну, блин, она же противная. Ну, моего мужа идеально. Вот, вот. Вот я про эту ситуацию, понимаешь? Да, как какого-то человека, с которым бы... Плюс-минус вы же обговариваете еще в начале отношения, типа, что норма. Ну, это даже интересно поговорить о том, что для тебя, типа, возбудитель, а что для тебя, наоборот, стоп-слово. И вот часто у меня пугает, что я в начале обсуждения, типа, когда мы только-только начали спать, мне девушка говорит, слушай, ну, типа, на лицо, а в рот не надо. Я говорю, хорошо, супер, все, я буду кончать другие. Ну, типа, все норм. И мы начинаем ебаться, долго-долго-долго это происходит, там, месяц-два, и я... Подряд. Это один... Не-не-не, не один раз. Это одинаково, да. Я тоже такая, долго ебаться. Каков, блин, красавчик. Так вот, вы в отношениях, как бы, в сексуальных, допустим, неважно, там, то есть вы долго спите с одним и тем же человеком. И она такая, да, окей, кончишь мне на лицо, да, хорошо. И, типа, ты, ну, это начинается, это происходит, и ты такой, она... И я не могу, блядь, она соглашается не потому, что она хочет, а потому, что она соглашается ради меня. Слушай, иногда... Мне это не нужно. Слушай, иногда мы, типа, окей, есть какие-то границы, которые можно двигать. То есть, ну, грубо говоря, я не люблю это, но в какой-то момент, блин, давай попробуем что-то новое. Окей, для неё это реально новое что-то. И это у меня там не воспринимается. Попробовали, окей, не понравилось. Короче, например, тебе это, может быть, не сильно нравится, но ты такая, потому что, ну, партнёру будет прикольно, на постоянной основе я не готова это делать. Короче, да, и ещё знаешь, что, Вер, есть, ну, типа, три категории. Нравится, очень нравится, категорически нет, и есть вот эта серая буферная зона. Да, типа, мне это не очень, но, блин, я бы в какой-то момент был не против и попробовать. А вдруг да, вдруг понравится. Как оливки, вдруг в какой-то момент они мне нравятся. Ни в какой-то. Чуть усложню задачу. Ни в какой они мне нравятся. Звёздочку добавим. Да, звёздочку добавим. Если парень любит кончать внутрь. В себя, блин? Кого, блин? Да уточняй, блин. Внутрь. Просто такой. Внутрь девушки. Без презерватива? Без презерватива, да. Ему нравится кончать. Он говорит, не против таблетки попить, я люблю кончать внутрь. Ну, если она не против. Слушай, а ты не против вазоктомию сделать? Вот, я... Нет. Просто я жила, смотри, я сейчас расскажу ситуацию. Я жила с хоккеистом. Он сделал вазоктомию. У него двое детей от предыдущей было жены. Всё. И она, ну, пока они там жили вместе, она его заставила сделать... Ну, как заставила? В Америке это норма. Если мужчина говорит, что, типа, я не хочу больше детей, но хочу кончать в себя. Женщина говорит, иди, делай операцию. Окей. И он идёт и делает операцию. И те мужчины, которые говорят, ой, там последствия какие-то от оральных контрацептивов тоже до хера последствий. Сбой и, блин, просто человек... Гормональный сбой, да. Гормональный сбой. Человек может просто прикончить своё здоровье ради того, чтобы вы кончали, блин, в него. Вот. Поэтому, ну, можно спорить до усрачки бесконечно, но находить какие-то способы... Ну, вот я говорю, я не хочу спорить, я пытаюсь узнать, как вам кажется по-здоровому, по-здоровому такое обсуждать? Типа, потому что... Надо, а такое нужно обсуждать. Потому что многие мужчины, типа, не любят секс-презервативы по понятным причинам. Я, извините, можно я вам задам вопрос тебе, Наташа? А девочки, типа, охуеть обожают секс-презервативы? Ну, мы тоже не очень любим. Но, знаешь, когда есть опасность залететь... Да, это понятно. То есть это, типа, как... И испортить там всю жизнь тебе, а ты не хочешь, допустим, делать аборт. Я, допустим, не хочу. Вот я тоже не очень хочу. Нет, ну, почему аборт? Есть таблетки первого дня, они тоже очень вредные, это тоже очень вредно. Они тоже убивают организм. А еще ты убиваешь, можешь далеко не заметить. Да, это безусловно. Либо ты, допустим, используешь прерванный половой акт, но ты понимаешь, что даже если ты забеременеешь этого человека, вы готовы вместе воспитывать ребенка. Оплатить аборт. Не хочу такое. Хочу понимать, что если я забеременею сейчас от мужа, то мы будем рожать детей. Ну да, тогда бы я презерватив не снимал. Ну нет, спокойнее, блин, заниматься с мужем всем, понимаешь? Ну и притом, это странная история, когда ты говоришь, я хочу заниматься сексом без презерватива, а ответственность за это нести не хочу, блин. Размер важен? Пениса. Пениса. Не могу не спросить. Поэтому важна упругость, ну типа твердость, важен диаметр, ну то есть тонкий и сложнее почувствовать. Ну в смысле, опять же, у кого прям совсем узко, тем широкий не надо. У нас у всех разные вагины, если вы не знали. Разные? Вы почитайте. Бля, я думал, одна на всех. Ну типа не поперек и на... Да, пока она у меня. Я думал, вы передаете, типа... Когда я перестану пользоваться, Вера, я тебе ее отдам. И мне просто везет каждый раз, что она... Ой, слава богу, осталось ждать полгодика. Потом тебе отдадим. Будешь ты с вагиной. Я не отдам уже. Вот будешь с нее и кончать. Одна вагина без женщины. Я же про это и пожутил. Да я-то не знала. Я думала, мало ли. Что я вырасту сам ребенка потом. Что ты хочешь с женщиной быть. Это же так круто. Вот. Вообще нет. Про кого я обсирала на этот момент? Про размеры мы говорили. А, вот. Что у нас разные по размеру тоже вагины. И поэтому говорить о том, что 15 сантиметров – это норма, а 16 и, блин, и 14 – это вообще не норма. Ну, нет. Мы все разные. Типа, у кого-то пошире... А ты для себя определила? У тебя есть когда-то было такое, что парень снимает штаны, и ты такая, ну, нет. Это слишком много или слишком мало? Ну, слишком много, ты понимаешь, что тебе больно, например. Было такое? Ну, да. Ну, это тоже не... Ты отказываешь? Это, наверное, в процессе становится. Нет, это было в тот момент, когда я была молода, и типа ты... Я такая, да, наверное, надо разработать типа себя, надо типа расслабиться. Блин, девки, на самом-то деле, ну, мы так думаем, потому что нас так учили, что заткнись и молчи, и, блин, терпи. Не надо так делать. Ну, вообще, на самом деле... Но так делать не нужно. Даже если там что-то великовато, вы можете сказать об этом партнёру, купить смазку. О, чтобы он не заходил до конца. Да, есть разные приблуды, да, кольцо надел для ограничения, чтобы он глубже не заходил. А наоборот было, что не хватает? Да, было, ну, просто, ну, несколько раз я попробовала, ну, попытаться адаптироваться, но... А что, можно я уточню, потому что нам-то вообще мужчинам это недоступно. Что значит, типа тебе неприятно? Ничего не чувствуешь? Мало чувствуешь, да, то есть... Как будто пальцем, типа. Нужна какая-то ещё дополнительная стимуляция. Но опять же, если человек офигеть хороший, может быть, блин, дополнительной стимуляцией просто... Язык, пальцы, там всё такое. Пальцы, да, вибратор, что угодно. Но всё равно есть реально подходящие по размеру друг другу люди. Как это объяснить, я не знаю, зачем. Ну, типа, у женщин вот этот вот стереотип, который, типа, нужен обязательно мужик с большим. Зачем вам с большим, когда у вас писенечка вот такая вот? Я специально говорю писечки, что это... Потому что обрисовывать всю ситуацию. Вот она вот такая, но ей нужен член, типа, там, вот такой. Это вот, блин, ребят. Вот тебе зачем до лёгких, чтобы член доставал там внутри? Я не понимаю. Это лечит постковидные... Да-да-да. После омикрона, типа, полезно. А, типа, отхаркивать легче, да? А ещё сверху чуть-чуть, и там вообще утрамбовалось всё. Они встретятся просто. Мокроты и спермы встретятся и выйдут. Короче, размеры у всех разные, попытайтесь, блин, как-то своих найти людей. Ну, это, кстати, история про то, что вот пропорное и завышенное ожидание – это то, что, типа, откладывается у тебя в голове. Что большой – это классно. Да, да, причём потом ты читаешь информацию, узнаёшь о средних размерах, узнаёшь о размерах гениталий женских, и потом, когда ты всё равно видишь, ты в какой-то момент думаешь, о, ну, есть же такое. Ну, типа, такое кожа. Нет, что ты смотришь, ну, видела в интернете побольше. Ну, типа, и что? Ну, лучше это не говорить вслух девочке. Да, конечно, это не нужно говорить. Даже если у человека, типа, объективно большой, то есть по всем стандартам, в интернете видела больше, и всё равно ты почему-то в этот момент почему-то думаешь… Очень важно, это скажу для парней, если вы входите в девушку и понимаете, что очень свободно, и вам как-то, там, типа, много места и так далее, тоже лучше об этом не говорите. Я бы могу сказать, обопритесь руками, чтобы не провалиться туда полностью. Тоже лучше об этом не говорить, потому что она уже увидела, что у вас маленький пенис. Да, кстати, это обоюдная обида. Это история не про то, что… Это вот, блин, это такое, как я тебе говорю. Ты же смотришь, типа, в какие-то видео, да, с каких-то особых типажей, ну, там, с внешностью всякой такой. И если перед тобой раздевается суперкрасивый человек, который тебе супернравится, ты видишь не то, что у тебя заложено в поп-культурном твоём фонде, ты всё равно чуть-чуть расстраиваешься. Не расстраиваешься, типа, прям, типа… Да просто такое лицо стало грустное. Нет, у меня грустное стало от того, что… Вспомнил фейсбуку какую-то. Решение просто нет, правда. Вам действительно реально рандом. Ты можешь встретить человека, вы, блядь, сходитесь просто душа в душу. Так и дружите с ним, господи, да дружись с ним просто. И вы начинаете трахаться, и тебе не подходит. Ну, не трахайся с ней. Грустно просто. Дружи, ну, блин. Мне кажется, это весело. Грустно. Я бы со всеми бы продолжал. Зачем быть плохими любовниками, когда вы можете быть хорошими друзьями? Почему нельзя трахаться со всеми и дружить? Ну, Дима, почему нельзя? Ну, потому что ты не всем подходишь по параменту. Вот, это и грустно. По параменту. Это и грустно, да? Хочется всеми ебаться. Не знаю, мне нет такого. У меня просто такая же история. Я обожаю вообще. У меня просто такая же история. Мне не очень сильно все это. Мне непонятно. У меня низкая, потому что слабая конституция. Может быть, это. А ты, может, с тебя таши вдвоем? Тебе хватит. Если вы будете с нашими вдвоем, я проснулся. Вот, вот что будет, если вы будете с нашими вдвоем, да. Все, вы, наверное, можете на этом закончить. На позитивной, ты знаете, если мы будем вдвоем, напишите. Если вы хотите, чтобы мы были втроем, то напишите. Пишите, пишите, но вы все равно не будете. Ну, мы не будем. Наташа просто в Челябинск уже улетела. Специально, чтобы не быть втроем. А Вера в Кемерово, да? Ну, лишь бы подальше. Можно лучше, а в Израиле? Уже нельзя. Ну, может, в Кемерово, давай. Только в Кемерово. Нет, в Израиле еще можно по рабочей видеть. Еще можно, да? По рабочей видеть. Значит, уедем вместе. Все. Ну, вот, а вот мы и не втроем. А я в Челябинске. Но они вдвоем. Не надо шиперить, они уже вдвоем. Не надо в комментариях будет. Не надо, все, нет, ничего, нет. Мне кажется, это самый триггер такой. Ну-ка, напишите, а что, нам стоит ли быть вдвоем? А то мы тут с Верой засомневались. Да, мы сейчас в комментариях похожи ли мы с Верой на пару. Или на брат и сестру. Тогда это инцест. А мы с Наташей похожи на... Посмотрели бы... На женщин, хотя бы мы похожи на женщин. Посмотрели бы в порно с Верой и с Наташей. А, оно есть у нас. Вон, Вера, на телефоне, она только что посмотрела. Мы не показали. Напишите. Ладно. О, боже. Как бы я не хотела, чтобы со мной было порно. Не хотела? Не хотела бы. Да хватит молиться, блин, вы че? Мы не молимся, я просто микрофон не говорю, сажусь вот так. Кошка, ты хоть бы оба Вере написали, блин, в порно. А ты бы снялась? Не хотела бы. Только во, блин, я стесняюсь своего тела. С хера ли я, блин, голая где-то снималась? Не, не знаю, сняла бы. Я бы снялась в комедийном шоу, блин, типа вашего. У нас такое комедийное, да. Ну, блин, ну мне было весело. Давайте честно, было местами очень весело. Мне тоже, да. А наполовину рассмешил женщину, уже она наполовину кончила. Вы же так считаете? Кто мы? Да, ну мы все так считаем. Если бы кончала каждую женщину, которую я бы рассмешила, я бы никогда не шучил с мамой. Ну не в постели, ну... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok